Шестилетний Арсений с любопытством слушает рассказ воспитательницы о достопримечательностях родного города. Мальчик три года вместе с мамой тратил немало времени на дорогу до детсада. И потому его родители очень обрадовались, когда буквально в соседнем доме открылся 225-й садик. Воспитатели там замечательные, профессиональные. Мы уже с ними познакомились. Очень многие хотели, чтобы этот детский садик восстановили, потому что он расположен очень удобно. Вокруг очень много домов. Детсад на улице Огибалова закрыли 9 лет назад. Дом, на первом этаже которого он расположен, был в аварийном состоянии. Была проведена большая работа. И, конечно, при поддержке губернатора Николая Владимировича Меркушкина были изысканы средства. Городской бюджет тоже участвовал в этом. И было выделено порядка 20 миллионов рублей на приведение этого учреждения в тот достойный вид, в котором он находится. Для того, чтобы открыть этот садик, мы провели капитальный ремонт дома, усилили фундаменты, несущие конструкции стен, отремонтировали детский сад, привели в порядок улицу. Сад небольшой. Здесь будет всего 4 группы, но по-домашнему уютный. Назвали его паровозик. Ведь неподалеку жизнедорожный вокзал. В этот небольшой по современным меркам детский сад. Всего 100 ребятишек будут его посещать. Но все равно он стал для них новым домом. В этом микрорайоне больше нет очереди в детсады среди детей от 3 лет. До конца года в Самаре планируют открыть еще почти 600 мест. И таким образом проблема с очередями в дошкольные учреждения должна решиться. Дарья Иванова, Марина Кравцова, Алексей Золотенков. События.